В то время как большинство жителей области катались на коньках и на лыжах, герои нашей рубрики мяли друг другу бока и целовались в жестяной засос. Улица Криулина. Водитель новенькой Мазды, видимо, очень стильный и педантичный. Если видит перед собой красный огни на впереди стоящей машине, и у самого такие же горят, да и светофор красный, все красиво. Чего ждать этого неэффектного зеленого? Я поехал. А вот так на красный проехал уже водитель автобуса по 23 маршруту в Могилеве. Видео посмотрело почти тысячу человек. Комментарии, конечно, нелестные. Вот так мы возим людей. Если в прошлой ситуации виновен водитель автобуса, то здесь жалко водителя троллейбуса, который не смог уйти от столкновения с автомобилем Рено, совершавшим неправильный маневр. Говорят, водитель с этого троллейбуса пленки сдувал. Надеемся, быстро починит рогатого друга. Но это все ягодки по сравнению с тем, что вытворяют жлобинские маршрутчики. И водители минского такси. Через две сплошные, да еще и так подрезать. На заднем сидении сидела пассажирка. Такое чувство, что чем больше машины и круче номера, тем у хозяина наглости еще больше. И про слово «поворотники» даже не слышали. Вот вам пример. Два наглющих хамана веселых джипов. Один черный, другой белый. Два веселых джипа. Эй, кухня. Эй, кухня. А эта авария потрясла всех своими подробностями. В лобовом столкновении с Шкодой и Ауди по бульвару непокоренных у водителя Шкоды обнаружено 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. И что самое примечательное, за рулем девушка. 2 промилле, к слову, это бутылка водки. И для женщины за рулем, мягко сказать, многовато. Погода сейчас нелетная, и машину может занести даже на ровной дороге. Малейшее неправильное движение и быть серьезным у ДТП. А на трассе это может закончиться серьезной трагедией. В нашем случае пронесло. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...